Не бойтесь, это сухари. Вот, друзья, помните, я вам сказал, что у меня в каждой клетке было переполнение по четыре штуки. Сейчас осталось в одной только клетке четыре штуки, вот тут ослинки, и тут есть одна маленькая штука из-за этого. А так получается, что в каждой клетке, кто был четвертый, мы уже его убрали. Тетя обезьянка сухари. Сейчас киевлянке дам, мухи есть, но чтобы сказать, так сильно нема такого. Что они так боятся сухари? Как боремся с мухами, потому что первый вопрос, сейчас же мухи везде, всех в сараях вала мух. Вешаем липучки. Это, кстати, первые липучки, которые мы повесили, они уже недели две, наверное, висят, да? Может даже и больше. И с прошлого года у нас осталась агита. Агиты намешал и помазал эти все стойки, ну где мухи в основном сидят, помазал агитой один раз. И второй раз попшиков, где мазал, чтобы еще раз размочил, ну нормально. Муха, ну есть, где-то там по загашникам, муха есть, ну чтобы так прямо летали, надоедали, такого нема. И вот, как подойди сюда, и двери открыты. Открыты целый день. Ну, единственное, сейчас две половины открыты, а то открываю одну половинку на ночь. Знаешь, смотрите, там меня питали, что, чем мы режем свиней. Режем мы свиней, можно сказать, почти каждую неделю. Режем. Вот тут у меня было четыре, я больше забрал. Вот тут было четыре, больше забрал. Крайний, крайний, ось мы, порез наш был у одного ландраса. Их было четыре, одного я забрал. Ну и так, и там тоже было четыре, я забрал. Это всех мне надо убирать на мясо. И мы сейчас все, ну, как бы жара, мы не так, чтобы там прямо часто убираем, ну раз в неделю убираем, скажем так. Раз в неделю, это строго. Рано утром приходим и убираем. Чего вы не снимаете видео, как убираем? Того, что выходим рано, я же сам все делаю, и, как бы, снимать воно все неудобно. Вика помогает, мы не заморачиваемся с этим видео, быстро, пока мухи нема, раз-два, раз-два, и в мясный отдел. В мясном отделе холодильник все на столах, все аккуратно, хорошо остива, поэтому мы не снимаем. То и воно сейчас то стройка, то эти все головняки, и, как бы, надо будет снимать, покажу. Там кое-что новое появилось, ну, короче, не кое-что богатенько нового, и сниму, обязательно покажу. Поэтому кому надо сало, кто у нас уже брал? Звоните, заказывайте, сало хорошо иде, и по почте, и так, а от мясо по почте, я не знаю, сильно жарко, понятно, что можно и заморозить, и все, но все равно есть своеобразный риск. Поэтому мы режем, как бы, для наших, тут, кто у нас свои, рядом біля нас, и режем, и бывает, что остается сало. И вот кому надо будет сало, сало можем подсаливать, отправлять. Вот так, это кто пытает, чи режу я, чи не режу. Сколько еще в мене резать штук? Считаем, вот на мясо. Уже готовы, хоть завтра. Три, шесть, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Шестнадцать. Вот шестнадцать штук, мне надо, я могу резать. Хоть завтра, берем все шестнадцать, режем и все. В нюрке сделали отъем поросят, но мы же их туда нюркину. Нюрку покрыли, дай бог, все будет нормально. Обезьянка покрыта после своего отъема. Киевлянку покрыли, тоже вместе с нюркой забрали поросят. А, и забыл я сказать про Линду. Линды, друзья, нема. Думаю, что я забыл сказать. Линды нема. Линды, после того, как мы забрали всех поросят, у Киевлянки, у Линды и в нюрки, у Линды был поклонник. И мы покрыли, получается, Киевлянку и нюрку. А Линда не загуляла на пятый день, там, или на шестый, когда она не загуляла. Ну, первые, в основном, перегуляют 21 день, а потом загуляют. И у Линды был поклонник, он ей все просил, все просил, чтобы забрать. И вот он ждал, когда я заберу поросят и купил Линду. А Линду я продал, потому что у меня стройка, ну, как бы, гроши надо на стройку. Так что Линды нема. Линда в другом городе, короче, там целая история с Линдой. Ну, короче, забрали ее. Нема Линды. Я думаю, что я уже привык, что ее нема. А вам, вот, думаю, забыл сказать. Машка у нас в станку для вольного выгула и тяжелого. Вона вагитна. И вот, смотрите, мы убирали отсюда кабанчика. Я сейчас так маленький пример приведу. Ну, ось отсюда. Ну, скажем, ось он, ось лежит. Был, по-моему, мы тогда брали, мы давненько из этой клетки 160 кг. Вот, 160 кг. И возьмите, это мы давненько брали из этой клетки. Мы первую из этой, потом из той, потом из той. Ну, короче, давненько. 160 кг. И гляньте, сейчас, ну, понятно, что больше 160 кг. И гляньте Машку. Я к чему это веду, что в ней не 300 кг. Ось, покажи, 160 кг. И покажи, ось Машку. В ней не 300 кг. В ней кг, я думаю, оце, как вона поросла, больше 400 кг. Ну, реально, ну, ну, куда, ну, глянь, ну. Больше 400 кг, это явно. Это вот у барашки, да, у барашки килл 350 кг. Барашка, она вытянута, длинная, и она такая худролява в ней статура. У ней килл 350, может, чуть-чуть больше. Это реально есть, да. Также жара, ну, как, на дворе жарко, душно. Вчера был вечером дождь, и им, как бы, тяжело. Тут самому тяжело. Ну, так-то нормально, но все равно жарко. Жара есть жара. Так что, как бы ни было, они хуже едят, больше пьют воды. Вот так. Короче, тут по сараю все рассказал. Кого мы сейчас будем убирать уже на следующей неделе? Вон, вот такой кабанчик. Вон там кабанчик у меня один есть, вот такой, что сейчас біля кормушки. А это три деваха. Сначала того, а потом оцелось, наверное, деваху одну. Это, чтобы вы знали, кого будем убирать. Бо звонят, спрашивают, а кого вы убирали, а чего вы не показываете? Ну, я же скажу, что воно неудобно. Утром встал раненько, оперативно все зробил и занес туда, и все. Будем снимать видео обязательно. Будем, как шмалим, все будем показывать. Все просто сейчас не успеваем. И также сейчас покажу вам шлакоблок, який я купил в БУшку. Пошли на строительную площадку. Так, привез первую партию шлакоблока. Шлакоблок БУшка. БУшку я купил одна штука 20 грн. Вес одной штуки 21 кг 300 грн. Я важен, ну, ради интереса. Вот как выглядит БУшка с внутренней стороны. Вот так. Видите? Получается раз, два, три, четыре стенки. Эти 500 штук мне ровно хватит на яму. На пять рядов ямы. Пять рядов ямы – это ровно метр. И плюс армопояс – метр двадцать, метр тридцать. А так где-то будет высота самой навозной ямы. Мне ее хватит. Также я дозаказал, мне же не хватает всего, всего только на яму. Дозаказал еще шлакоблок новый, уже пиде на стены. И верхние пару рядов, как мы балакали, газоблок. Уже приезжали строители договариваться, дивиться. Также много звонят. Каждый раз на цену. Кажут, ну, это такое дело, тут каждый хозяин барин. Приезжали строители наши местные, ну, из нашего района. Мы договорились. Вроде бы в понедельник приедут уже работать. Один из этой бригады. Не знаю, за всех один точно. Мой подписчик. И меня знает, и всех знает, и все знает. Вот так мне повезло. Я вам потом их покажу. Они начнут работать, покажу. Ну, и буду показывать процесс строительства. Значит, шлакоблок 20 гривен штучка. Мы привезли КАМАЗом. За один раз 500 штук. Как раз в КАМАЗ в протирку влезло, хватило. Мы наняли хлопцев. Я, Богдан, дядя Саня сварщик и еще три пацана. Шесть человек. Там загрузили у Васи. Вася, привет тебе. И тут выгрузили. Рассчитался за КАМАЗ, рассчитался с хлопцами. И вот он тут. Ну, более-менее нормально. По бассейну. Мы его начнем выкладывать. Мне все говорят, Стас, где же уклон? И в усих представлениях такое, что должен быть уклон. Когда машина смокче, воно все резко скатывается. И все резко, все до конца выбирает машина. И ура, вуаля. Мы выкачали. И все супер. И все хорошо. Такого тут не будет. Объясню, чего. Того, что там ямка на 12 кубов, чи 14. Я точно уже не помню. Или 12, по-моему, кубов. Или 12 литров. Короче, там. Вона там маленькая. И поэтому мы выкачиваем, выгребаем там цепочками, лопатками в приемничок, чтобы все выкачать, чтобы надолго хватило. И то пока, вот как мы запустили поросят, от начала до конца, надо будет хотя бы какую-то третью часть, потому что не хватает. Это я уже вычислил там. А если мы их запускаем, к примеру, что я для отъема подержу их пару месяцев, а потом запускаю туда, то хватает. А так не хватает. А тут а яма, оця яма навоза на 50 кубов. Яка машина выкачает 50 кубов, если самая большая, что выкачает 20 кубов до меня приезжала. Другая приезжала первая 14 кубов, а самая первая 4 кубов. Я из этой сделаю, из той, из этой сделаю. Вставил, выкачал 20 кубов, поехал. Осталось 30 кубов. Ну приедешь еще раз, выкачает 20 кубов. Останется 10 кубов. Ну и хай остается, и опять добирается еще 40 кубов. Ну, к примеру. Чи там плюс-минус. То есть тут постоянно в яме что-то будет, его не надо вычерпывать до конца. И уклони, мне отстойники не надо. Теперь, я думаю, вам понятно. Часто выкачают начисто, когда яма маленькая, потому что здесь хватает на все по голове этой яме 50 кубов. 50 кубов – это не мало. Я сделаю вот эти боковые для осенизатора, для шланга. Там три штуки, и тут три штуки. У меня яма, басейн будет делиться на три отсека. Будут две перегородки, три отделения. Да, они между собой будут переливаться, потому что в этих перегородках будут здоровые дырки, ну, между шлакоблоком. Ну, дело в том, что я так хочу, чтобы распирать самые длинные стены, по 14 метров длинноватые, и чтобы укрепить более-менее это. Так же армопоезд делать и на перегородках, и на длинных стенах, везде по периметру. Вот так. Договорились с ребятами за весь объем работ, за все, что они сделают, всю коробку, ну, получается, шлакоблок, газоблоки, два армопоезда. Договорились. Пришли к общему знаменателю, общую цифру. Я называть не буду. Если они скажут, там называй, ничего такого нет, я скажу. Также посмотрите на наших строителей, местных местных, допустим, из наших районов, и тоже будете нанимать их себе, и кому там что надо строить. Так что-то так. Что еще из нового? Из нового? Пошли покажу поросят. И вот это же будем ждать, ну, там, в понедельник, вверху, привезут на маніпуляторе две ходки, робитимуть шлакоблок. Он заодно не может взять десять поддонів, а там получается десять поддонів шлакоблока, ну, разделили по пять. Пять и пять. По ангару я сниму отдельное видео, сколько вышел, все равно я не могу вам посчитать. Сегодня ходил-ходил, думаю, надо посчитать. И все не могу. Смотрите, какие кукурузные палочки лежат. Бачите, это только погано, что они біля двери ходить начали. Все. Как я тогда сказал. Тогда вот яму мы поносно пройшли, а моксициллином проколол, тим тилом проколол, все. Неде ничего нет. Не бегайте, не бегайте, не бегайте. Там мені писало, що хтось підвернув ногу. Возможно, они ж бігать тут страшно як. По друг другу буває, як граються, чи там, выясняють отношения, то это. Так же хтось писал, куда я одеваю двух хрячков. Одного хрячка я оставляю собі, одного хрячка приїде Серёга из Богодуховского района, он знает. Ну и все. Тут уже начинает бути жаренько, надо, наверное, и шторку знімать, и... Ну ось я зайшел жаренько, да, як тут? Чи можем, не кажеться. Ну ось хорошо йду, дивіться, який гугля. Це пішов в другий місяць. Ну, в 35 днів ми забрали, пішов в другий місяць. Поросятов два місяця у мене, ради интереса, зважим. Ну, в основном, от 20 с хвостом до 35, 37 даже. 60 днів від рождения, зважим. Я вже бачу, що тут ось даже стоїть біля вас. Він уже кілограм 16. І оці нюркини, вони більші, ті трошки менші. Якщо хороший свинь і хороший збалансирований корм, у 60 днів поросята повинні вважати от 20 кілограмів. У 60 днів. От 20 до 30. Це що в мене було. До 37 кілограмів у 60 днів від рождения. І було у мене 7 місяців тюльпан. Я знімав видео, я кажу тюльпан. Не тюльпан, не повнякий моїй. Повнішка бантика. Як його? Одефок. Ми оставляли одного. В 7 місяців, а? Зманювання і був. Зманювання і був. В 7 місяців, 200, 197 ми зважили вже без крові. Ну і плюс кров. В 7 місяців був. Я все показую. І він ріс на ваших глазах. Ви всі дивились. Так що не треба там на других каналах розказувати. Вон там блогери розказують. Ми розказуємо те, що воно є. І це якби немає тут нічого такого, що 60 днів від 20 до 37. Це нормально. Тут треба не обсуждати, а наоборот. Дивіться, в чому причина, що в тебе так не ростуть. Я нікого не обсуждаю. Просто кажу, що... Я теж раніше думав, що це нереально якісь сказки. В 7 місяців 200 кілограмів. Ні, це вполне реальні вищі. Вон тюльпан вам не дасть збрихати. Пошли зайдемо до тюльпана. Пошли зайдемо.